Климат в доме напрямую зависит от капризов погоды. В нашу редакцию обращаются новые рингойцы с вопросом, почему во время потепления в квартирах становится жарко, а в мороз батареи не всегда справляются. По словам энергетиков, причина кроется в работе оборудования котельных. Проще говоря, за погодой не всегда можно угнаться. О тонкостях создания комфортного климата в домах энергетики рассказали Надежде Печоркиной. Жителям северной части города, с чьих окон видна труба 4-й котельной, не нужны специальные приборы для того, чтобы узнать, откуда ветер дует. Достаточно выглянуть в окно и посмотреть, в каком направлении движется дым от трубы. Но этого простого признака не хватит для того, чтобы узнать температуру теплоносителя, который подают котельные в жилые микрорайоны. Зато этой информацией в полном объеме владеют работники уринготеплогенерации. Они по много раз за смену проходят по этим лестницам. Каждая цифра на приборе, любое движение стрелки, говорят о состоянии огромного и сложного организма, который не так просто перевести с одной температуры на другую. Это же не то, что выключил газ и все. Это же тут постепенно мы снижаем газ, уменьшаем с воздух-разрежения соотношение. И постепенно оно сразу не может уменьшиться. Потому что это же пока пройдет круг, пока, как говорится, водичка вся пройдет круг, уменьшилась, пока это все разносится. Поэтому все постепенно. Погода на севере дамы капризная. Чтобы предусмотреть резкие температурные колебания, они работают в тесном контакте с синоптиками. Только обыватель может подумать, что температура в батареях категория постоянная. В морозы она доходит до 130 градусов, а весеннее-осеннее переходное время опускается до 70. Получаем прогноз ежесуточно. С Алихардом у нас договор на поставку метеоусловий. И по их сообщениям стараемся регулировать температуру заранее. То есть при повышении и понижении температуры заранее задаем график. При резком изменении температуры мы, конечно, проводим в течение суток. Диспетчер проводит корректировку по температуре. Режим работы котельной на минус 26. Поняли. Четвертый центральный. Четвертый слушает. Режим работы котельной на минус 26. Как поняли. Режим работы минус 26. Четвертый понял. Распоряжение диспетчера сигнал к действию на местах. Как врач по температуре и прочим показаниям предписывает лечение, так оператор принимает решение о дальнейших действиях. Нажатие нескольких кнопок и режим постепенно меняется. Его безусловное соблюдение для работников котельной – дело чести. Хотя соседи и друзья, бывает, предъявляют претензии по поводу домашней прохлады или излишней жары. Я всегда говорю, обращайтесь к сантехникам и проверяют ваш дом. Потому что бывает, у нас, говорю, мы всегда, согласно температурного графика, мы выдаем хорошую температуру, как нам дают. Бывает, что это в доме уже сами трубы, у них что-то проблемы. Самые крепкие морозы, расход газа на четвертой котельной доходит до 300 тысяч кубометров в сутки. А если теплеет, может понизиться до 180 тысяч. И хотя работники котельной не считают себя повелителями тепла, они прекрасно понимают, что от их работы во многом зависит погода в доме. Надежда Печеркина, Николай Александров, Служба новостей, «Импульс».